Дети, погибшие при бомбежке в саду пионеров, стали первыми жертвами войны среди мирного населения Воронежа. После той трагедии люди стали реже собираться вместе, а некоторые вовсе покинули город. Однако массовая эвакуация населения началась только после крупных бомбежек 4 и 5 июля. А уже 7 июля в ходе генеральной немецкой наступательной операции Блау правобережная часть города была занята фашистами. 212 дней длились ожесточенные сражения буквально за каждый квартал и каждый дом. И только 25 января 1943 года город удалось полностью освободить ценой невероятных жертв. Но тогда, в июне 1942 года, все это было еще впереди. Был только вполне еще мирный город, потрясенный страшным событием. Так случилось, что о тех невинных жертвах говорят сейчас немного. На слуху более крупные события и битвы. Однако для Воронежа, еще не нюхавшего пороха, сброшенная бомба на сад, где гуляли дети, стала настоящим потрясением. Конечно, горожане знали, что война близко. Многие семьи уже получили похоронки на своих родных. Да и первая бомба, направленная на авиазавод, разорвалась еще в октябре 1941 года. Правда, тогда обошлось без жертв. И до лета 1942 года, хотя бои шли совсем рядом, и большинство предприятий было эвакуировано на восток, город жил и работал. И вот в субботний день, 13 июня 1942 года, то ли чтобы отвлечь население, то ли чтобы порадовать детей, решили устроить праздник для школьников. Тогда в сад можно было попасть только по приглашениям, которые раздали за отличную учебу. И тут еще родители узнали, что для малышей напекли пончиков и, конечно же, отпустили своих чад. Уже тогда в городе были пустые прилавки. Веселые гуляния продолжались целый день. «Я играл в оркестре на ударных, а моя старшая сестра пела в хоре», вспоминает председатель совета ветеранов завода электросигнал Митрофан Москалев. «И мы в выходные выступали на эстраде, развлекали детей. 13 июня, ближе к 7 часам вечера, мы тоже начали играть. И вдруг, без объявления воздушной тревоги, без стрельбы зениток, над нами пролетел самолет и сбросил бомбу прямо на детей, которые сидели и слушали концерт. Нас, выступающих, отбросило взрывной волной, а ряды буквально разлетелись в куски. Когда юный музыкант пришел в себя, вокруг был кошмар. Кругом кровь, на деревьях части тел, а на месте рядов большая воронка. Раненые кричали, корчились и стонали. С трудом поднявшись, Митрофан попытался найти сестру и знакомых. Полина оказалась жива, а вот друг Юра, сидевший в первом ряду, погиб. Его спину изрешетило осколками. Во всех ближайших зданиях вылетели стекла, где-то слетела крыша. В одном из домов, окна которого выходили почти на танцплощадку сада, жила семья воронежского медика Виктора Ивановича Боброва. Мои родители были хирургами, работавшими еще в Первую мировую войну, в полевом госпитале. Потом писала в своих воспоминаниях дочь врача, кандидат медицинских наук Елена Боброва. Она сразу взяла перевязочный материал, который был в доме, и пошла в сад пионеров, оказать первую помощь детям. Позже, когда начали забирать раненых, папа поехал в факультетскую хирургическую клинику, где работал, и стал там оперировать детей. Спустя много лет я случайно услышала по радио оперированного в тот день папой человека. В 1942 году он был еще ребенком и получил 17 ранений. Его оперировали несколько часов. Также еще послушаем очевидцев. Полина Осиповна Исаева. Это произошло внезапно. Я окучивала у себя в полисаднике картошку. Вдруг какой-то гул на меня валится. Меня сбило с ног. Как вскочило, вижу в саду пионеров пожар. Кликнуло свое санитарное звено. И мы бегом через первые ворота туда. Сумки с медикаментами всегда были на готове. По саду будто прошел ураган. Деревья вырваны, земля разворочена и везде, куда ни глянь, детские тела. Одни чистые, целые, а другие песком, грязью, глиной засыпаны. Не то ребенок, не то комок земли. Кто жив, остался, того оглушило взрывной волной. В первое мгновение никто не двигался, не плакал. А потом все бросились кто куда. Крики, стоны. Навстречу бежит девочка лет 12. Я ее узнала. Она с нашей Алексеевской улицы. Смотрю, бежит и почему-то прямо на глазах синеет. Я ее подхватила, а у нее бок весь вырван. Так и умерла у меня на руках. Анна Ивановна Сидорова. Я брала воду в колонке, а рядом через решетку сад пионеров. Слышу летит самолет. И вдруг взрыв. Меня взрывной волной отшвырнуло на землю. Все это мгновенно. Над пионерским садом встал огромный черный столб. Когда мы с соседками прибежали в сад, меня поразило, что убитые и раненые дети были не в одном месте, а повсюду. Живые забились под кусты. В павильоне испуганные с помертвевшими лицами. Мне стало плохо. На один момент я растерялась, но поняла, надо действовать быстро. Возле бассейна сидела девочка лет девяти. Глаза застекленели, как будто без памяти. Дала ей нашатырный спирт. Вижу на руке рваная рана. Девочка очнулась и заплакала. Рядом стоял мальчик, раненый в кисть руки. Я сорвала со своей головы платок и наложила жгут. Нам дали указание носить в машину убитых детей. Были тут две девочки с нашего двора. Они как бежали по дорожке, взявшись за руки, так их и настигла смерть. Кто-то после этой чудовищной трагедии сошел с ума. Будущая педиатр Ксения Машкова в то время была школьницей. Она говорит, что увидела женщину, которая несла на руках разорванное тело своей маленькой дочки и истерично смеялась. По глазам убитой горем жительницы Воронежа было видно, что ее сознание отказывалось принимать эту суровую правду жизни. Малышей, которые погибли под фашистскими снарядами, провожал в последний путь весь город. Сейчас современники тех лет говорят, что похоронная процессия была устлана цветами. Одни историки указывают, что детишек похоронили на Коминтерновском кладбище. Другие же говорят, что родители погребли погибших ребят в разных местах. Сейчас на месте той трагедии между домами по театральной улице 32 и 34 домам установлен памятный монумент. Заметим, что эта трагедия вызвала в Воронежсах небывалую ненависть к захватчикам. Трагедия вместе с теми ужасами, которые наши земляки пережили за тем, когда немцы вошли в город, сплотила население в единый кулак. Быть может, именно он привел наш народ к великой победе.